Краснодарский край отметил день рождения. Ему исполнилось 76 лет. Владимир Иванович и Зинаида Петровна Хлебус – ровесники нашего края. Более 50 лет отдали сельскому хозяйству. Владимир начинал свою трудовую деятельность ветврачом. Работал в Тбилисском районе в совхозе Первомайский. Был назначен директором совхоза Гостогаевский. Животноводству – ударный труд. Именно под таким девизом трудился Хлебус. Поминая прожитые годы, говорит, те времена были самые лучшие. Вложился и говорил, господи, проснись быстрее, чтобы на работу. Такой был энтузиазм. Совхоз был тяжелейший. И мы его с Байором Михайловичем, он тогда был управляющим, потом главным агрономом. Он уже имел, по-моему, где-то 200 тысяч прибыли. А то был вечеропланово убыточный. В совхозе было тысячу голов рогатого скота. В день Гостогаевский отправлял на молкомбинат 10 тонн молока. Мы производили до 7 тысяч тонн зерна. Издавали государство. Овощи были. 16 лет он отдал СПК имени Ленина. Был его директором. Владимир Иванович – заслуженный работник сельского хозяйства России. Но для своей семьи он просто любимый муж, отец и дедушка. Зинаида Петровна работала бригадиром-плодовищеводом. По выходным оба участвовали в художественной самодеятельности. Выезжали с концертами. Так и спились, шутит Владимир Иванович. Вышла замуж. В 61-м году родился у нас сынок Гена. В 67-м еще один сынок родился Володя. Дедушка и бабушка воспитали внука и внучку. На заслуженном отдыхе не могут сидеть без дела. В огороде чистота и порядок. Делают все сами. Помощь близких пока не нужна. Родные и друзья собираются только на посиделки. Уж очень любим петь кубанские песни. Признаются они. У нас вся жизнь как песня. Красивая, лиричная и слаженная. Пусть будет над березкой небо синим, И даль степная будет ей видна, Ах, сколько есть березок у России, Но на земле Россия лишь одна. Светлана Авилова, Алексей Мухуртов, Анапа-регион.